Здравствуйте, товарищи! Мы на Финишной Прямой. Узнаем, как субъективная идея переходит в объективную, путем реализации на практике. Пройдем путь от идеи до практического воплощения. Зарождение жизни сопровождается появлением идеи, которая через суждение рождает понятие, как вообще. Определенная идея – это мышление, дух, самосознание. Познание окружающего мира порождает теоретическую идею о его форме и месте в реальности. Субъективная идея есть предположение об себесущем объекте, основанном на внешней форме, которая требуется довести до тождества с содержанием. Это и есть влечение к истине путем познания. Исследование или познание приводит нас к объективной истине. Теоретическое изыскание есть метод становления идеи от субъективной к объективной. Вот, например, перед нами яблоко. Как понять, это яблоко или просто видимость? Надо исследовать эту видимость при помощи аналитического или синтетического способа познания. Аналитическое познание есть превращение предположения путем поступательного сравнения различий в тождестве с реальным объектом, непосредственное соотношение понятия и объекта. Анализ обсуждался в первом томе и относится скорее к математике, то есть формальной логике. Мы уже приводили этот пример на яблоках, когда яблоко перед нашим взором сравнится с другими яблоками и делается вывод. Синтетическое познание стремится не просто проверить на тождество понятия и объекта, оно стремится познать то, что есть, путем сравнения разного, а не одинакового, как формальной логики. В этом случае познание строится на рефлексии. В случае с яблоком мы не пытаемся сравнить его с другими яблоками, а сравниваем с тем, что мы знаем о других фруктах. И на этом основании делаем вывод. Есть три способа описания того, что мы видим, от самого простого к самому сложному. Первый. Дефиниция. Есть упрощение. Попытка описания объекта посредством других сходных объектов. Попытка найти ему место в классификации. Мы сравниваем единичное с остальным множеством, причем достаточно спонтанно. Гегель приводит пример с мочкой уха, которая есть только у человека. Но всем очевидно, что за определенное человека эту дефиницию брать нельзя. Пример показывает, что дефиниция формальна. Она ищет только родовые и классовые общности и различия, не вникает в сущность, не пытаясь изучить сам объект. Если вернуться к яблоку, то дефиницией может выступать яблочный запах. Все, что пахнет яблоком, можно считать за яблоко. Но с другой стороны, ящик из-под яблок или яблочный сок тоже пахнут яблоком. Второе. Подразделение. Переход от всеобщего к особенному. Обособление объекта от остального путем поиска особенностей. Так как стоит задача познания, то простое созерцание недостаточно. Оно дает лишь всеобщие моменты объекта. Гегель приводит в качестве примера методику обучения чтению. От букв к словам. От абстрактного к конкретному. Буквы абстрактные ничего не значат. И ученик их изучающий запоминает формальные значки. Но после изучения всего алфавита он начинает из букв складывать слова. И происходит метаморфоза. Абстрактные закорючки начинают приобретать смысл. Третье. Теорема. Идея Диса понятия и реальности построена на доказательстве. Теорема выступает как синтетическое отношение между предметом и понятием. Аксиомы, сродни теоремы, не являются тавтологией. Просто они доказываются не на основании собственной науки, а заимствуются из какой-либо другой науки. В случае математики и геометрии они заимствуются из логики. Синтетический метод распространен в геометрии, так как это наука о величинах, смотрящих не на количество, а не на качество. Образец формальной логики. Она смотрит на мир как на формальные линии, не имеющие чего-либо чувствительного, например, цвета. Возвращаясь к яблоку, мы можем описать его при помощи геометрии, при помощи кривых линий, описать форму плода и сказать, что это и есть яблоко. Без учета цвета яблока или его запаха. Можем описать яблоко математически, при помощи уравнения, описывающего на графике контур яблока. Но это будет только частичное описание фрукта. Нам же необходимо постичь саму суть яблока, его идею. Идея путем понятия переходит в практическую идею, реализуясь при помощи действования. Субъект присваивает сам себе объективность, так как определенность внутри себя всецело определена разным образом, путем познания. Содержащиеся в понятии равенства единичной внешней действительности, определенность есть добро. Добро – это стремление, идея, обладающая не только всеобщностью, но и безоговорочно действительного. Оно направлено не только на собственное усвоение, а на реализацию себя в реальности и в форме внешней действительности. Идея воли, переходящая в практическую идею, которая противостоит идее зла, разрушающая идею практической реализации. Пример. Идея выращивать яблоки – это идея добра. Она не только созидательна, но и существима, переходящая в практическую реализацию. Идея вырубания яблонего сада – идея зла, но только в том случае, если вы не вырубаете его для обновления яблочного сада. На этом заканчивается наука логики. Далее идет глава об абсолютной идее, которая повторяет весь диалектический метод, основываясь на предпосылке, что идея добра реализуется как практическая цель. Переходит от субъективной мысли к объективной реальности. Ее мы разберем в следующем ролике. Спасибо за внимание.